Наркотики за решетку. Подъезжали к забору, выбегали и руками пытались перейти на чай забор. Как в места лишения свободы попадают запрещенные вещества? В поисках справедливости. Это просто, наверное, надо пережить. Это больно. Я просто даже никому не пожелаю. Ангарчанки, потерявшие детей, годами не могут добиться наказания врачей. Кому повезло с учителем и воспитателем? Сейчас у нас визитная карточка. Первый конкурс, следующий у нас идет мастер-класс. В Ангарске выбирают лучших педагогов. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Местное время». В студии Данил Недзельский. Россия закрыла пешеходную и автомобильную границу с Китаем. Движение будет ограничено в пяти регионах Дальнего Востока до 2 февраля. Кроме того, Россия по решению оперативного штаба ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин-Москва. Решение о прекращении авиарейсов еще не приняли. Зато есть задумка, согласно которой вузы продлят каникулы для китайских студентов. Напомню, что вирус группы А диагностирован у пяти китайских студентов из Байкальского университета и гражданина КНР, которого сняли с рейса в столице Приангарии. Ранее возникали опасения, что эти шестеро человек могут быть заражены смертельным коронавирусом. Результаты анализов у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ангарска, которого обвиняют в совершении ДТП с тремя погибшими, поступило на рассмотрение в Ангарский городской суд. Авария произошла 24 сентября на улице Алешина. Установлено, что водитель Субару при обгоне не справился с управлением и опрокинулся, сбив двух пешеходов. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка-пассажир. Пешеходы скончались в больнице. Водителя иномарки заключили по стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет. При Ангаре от отравления этанолом в 2019-м умерли более ста человек. Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, количество отравлений спиртосодержащей жидкостью в регионе существенно снизилось. Более чем на 25%. В основном люди травились после употребления лекарственных препаратов или спиртосодержащих жидкостей, в состав которых входит этанол. В прошлом году при Ангаре изъято из оборота около 800 килограммов наркотиков. Часть из них приходится на исправительные учреждения. Так, за прошлый год сотрудники одной из ангарских колоний совместно с полицией пресекли доставку осужденным почти килограмма запрещенных веществ. Подобные попытки передать за решетку нелегальные предметы происходят регулярно. Как организована контрабанда в исправительных учреждениях и как с ней борются сотрудники колонии. Материаль Александра Бычкова. Сотрудники отдела безопасности ангарской исправительной колонии номер 2 описывают улов за прошлый месяц. Здесь несколько десятков телефонов самых разных марок. От дорогих смартфонов до копеечных раскладушек. В конце прошлого года все это было изъято у арестантов. Пользоваться мобильниками в исправительных учреждениях запрещено. Однако осужденные находят тысячу способов пронести запрещенный предмет через колючую проволоку. Раньше это все происходило просто. Подъезжали к забору, выбегали и руками пытались перекинуть через забор. Ну а дальше стали усовершенствовать все свое. Это пневматические пушки, арбалеты. Пока у нас как бы не проходит с помощью дронов доставка запрещенных предметов. Видимо особенности его эксплуатации. Кроме сотовых телефонов проносят в тюрьму алкоголи, дрожжи. Приобрести их в местном магазине нельзя. Зато можно использовать для приготовления все тех же горячительных напитков. Не гнушаются некоторые арестанты и наркотическими веществами. Полгода назад один из таких случаев стал темой нашего репортажа. Несколько подростков пытались перебросить в тюрьму гашиш. В итоге были задержаны сотрудниками колонии. Иногда нелегальные предметы пытаются пронести в передачах. Для этого все продукты тщательно досматриваются. Проверяется вес, целостность упаковки. Подозрительный гостиниц вскрывают. Может быть и под упаковочкой что-то. Сейчас у меня вскрывается это все. Вскрываешь, там алкоголь. Запах алкоголя или... Просто можно нацелать на упаковке, уже видно, что упаковка попреждена. Видно ее. Другой способ доставки – транспорт. Не секрет, что практически во всех исправительных учреждениях есть так называемая промзона, где заключенные производят массу полезной продукции. От текстиля и мелких бытовых предметов до корпусной мебели. Следовательно, на территорию колонии регулярно заезжает большое количество грузовых автомобилей. Именно их зачастую используют в целях контрабанды. Иногда водители вступают в сговор с арестантами. А бывает, что о наличии тайника в машине не знает и сам водитель. Есть такое условие, как «верлют». Это, соответственно, везет запрещенный предмет тот, кто о нем не знает. То есть они видят, что эта машина подъезжает к комнату дому, допустим, да. Водитель там живет, там она долгое время стоит без присмотра. Соответственно, подходят и методом закладки пытаются в эту машину заложить предмет. А потом об этом сообщают, ну, в сужденном. Способов загрузить машину запрещенкой масса, но к разочарованию контрабандистов. И здесь посылка может быть изъята на досмотре. В этом случае почтальону светит административный протокол и штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А в отдельных случаях и уголовная ответственность. Александр Бычков, Дмитрий Швецов. Местное время. Другим темам. Школьное питание, вопросы экологии, соцподдержка. Накануне прошла 26-я сессия законодательного собрания Иркутской области. В парламентарии рассмотрели 40 вопросов. Особое внимание депутаты уделили социально значимым проектам. Всего в повестке 40 вопросов. Особое внимание уделено проблемам социальной сферы. Прежде всего, это касается льгот на содержание жилья для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент право на возврат 50% от стоимости квартплаты распространяется лишь на инвалидов первой группы. Поправки, предложенные председателем законодательного собрания Сергеем Соколом, обеспечат данные мерой соцподдержки отдельные категории инвалидов второй и третий групп. Мы внесли инициативу и в первом чтении приняли поправку в областной закон о том, чтобы компенсировать инвалидам второй и третьей групп расходы на содержание жилого помещения. Это небольшая сумма в масштабах бюджета области, но это то, что необходимо было сделать для восстановления социальной справедливости и прав наших граждан, жителей Иркутской области. Отдельный правительственный час был выделен на рассмотрение проблем лесной сферы. Отмечается нехватка компенсационных посадок и низкий доход от использования лесных ресурсов для бюджета региона. Нередкий случай нарушения закона в этой области. И на первый взгляд мы просто не точно знаем, сколько у нас деревьев в лесу. Отсутствие корректной лесоустроительной информации – это невозможность адекватно управлять этим ресурсом. Еще одной важной темой стало школьное питание. Депутаты предложили разработать областную программу, посвященную данной теме. В настоящий момент питанием обеспечены 80 тысяч школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также горячие обеды получают дети-инвалиды и пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. Парламентарии предлагают обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов. Мы должны обеспечить комфортное обучение нашим детям. Поэтому недавно ездили в Иркутский район, смотрели, как там все организовано. Нам нужно понимать общую картину по области. Поэтому сейчас внимательно все послушаем, разберемся и примем те меры, которые необходимы для того, чтобы ситуацию привести в порядок. Рассмотрели депутаты и вопрос об организации школьных перевозок. Сегодня в ряде городов и сел наблюдается серьезная нехватка школьных автобусов. По итогам сессии было предложено ускорить разработку закона, который позволил бы компенсировать затраты на проезд для школьников. Анна Дергаусова, Александр Бычков, Местное время. Молоко, кисломолочка или морс. На муниципальном части депутаты законодательного собрания региона также обсудили программу «Школьное молоко». С начала года ученики начальных классов при Ангаре получают стакан бесплатного молока в день. Однако около 15% от общего числа младшеклассников обходятся без целебного напитка. Кто-то просто не любит, а у кого-то аллергия на молочный белок. Сейчас рассматривается предложение от муниципалитетов по поводу альтернативного напитка. Вариантов пока два – морс из свежих ягод или кисломолочная продукция – кефир, бифидок, йогурт. Вырубленные березы и ивы послужили поводом для переживания ангарчан. Речь идет о строительстве детского сада в 22-м микрорайоне. Для прокладки инженерных сетей подрядчики спилили несколько деревьев. Окружные власти уверяют – зеленый фонд сквера будет восстановлен полностью. Все подробности в следующем материале. Детский сад в 22-м микрорайоне рассчитан на 11 групп. Посещать его будут малыши от полутора до семи лет. Достроить учреждения планируют уже к лету этого года. Строители прокладывают инженерные коммуникации. Для выполнения работ пришлось срубить несколько деревьев. Мира вынужденная. Однако это вызвало возмущение у местных жителей. На данном участке территории ведутся сруб деревьев для того, чтобы проложить инженерные коммуникации. Это то есть горячая, холодная вода, канализация. После монтажа всех коммуникаций, проложенных детскому саду, после подключения ведется обратная засыпка. И будем производить озеленение территории, высыпка деревьев, кустарников и тому подобное. Спилены были не вековые сосны, а лиственные. Березы и ивы, отмечают подрядчики. Всего 32 дерева. Разрешение получено. Это было сделано в рамках соглашения, заключенного между администрацией и подрядной организацией, осуществляющей эти работы. В настоящий момент данная подрядная организация выплатила компенсацию за срубленные деревья в размере миллиона триста. Я это проконтролировал. Платежное поручение у меня есть. Деньги уже поступили в бюджет города Ангарска. В администрации местных жителей успокаивают. Уже весной на месте спиленных будет посажено в два раза больше молодых деревьев и кустарников. Причем не только березки и ивы, но и вечно зеленые сосны. Отмечу, что в прошлом году в Ангарске в том числе на средства, полученные в рамках компенсации, высадили свыше трех тысяч деревьев, больше половины из которых – крупномеры. Елена Жерлова, Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Местное время. Прием по личным вопросам. Мэр округа Сергей Петров посетил поселок Мегет, где встретился с местными жителями. Шесть с половиной часов и огромное количество вопросов, среди которых организация работы скорой помощи, капитальный ремонт в местной школе, строительство дорог до ближайших садоводств. У нас идет от стеклянки до ключевой, получается, 9 километров. И по этим 9 километрам в пределах, наверное, 40 садоводств. И то есть летом собирается огромное, много, машины только идут, идут, идут. То есть из этого следует надо и дорога, чтобы была, более-менее она еще и узковатая у нас. Одно к одному и все туда идет. Ну, Валерий Петрович, мы услышали, и придет письменный ответ по всем вам обозначенным вопросам, со сроками ответственными людьми по этим задачам. И коллеги все услышали, поэтому, я думаю, ничего сверхъестественного и нерешаемого нет. Все абсолютно приземленно, все совершенно в рамках наших возможностей. Уже сегодня утром глава округа провел встречу в Ангарске. По личным вопросам к Сергею Петрову обратились 15 человек. В Ангарске выберут лучшего учителя и воспитателя. Сегодня открылся муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Участие в нем принимает 26 человек. Конкурсантам предстоит подготовить эссе, провести показательный урок, а также презентовать свою уникальную педагогическую методику. Сейчас у нас визитная карточка. Первый конкурс, следующий у нас идет мастер-класс, на котором мы будем знакомить коллег с формами нашей работы, именно взаимоотношений. Наша тема, моя тема по самообразованию – формирование образа «Я». Сегодня воспитатели и учителя представили свои визитные карточки. При этом основная часть конкурса пройдет в ближайшие дни на базе лицея номер 1 и 54 детского сада. По итогам конкурса лучший учитель и воспитатель представят округ на областном состязании. Эфир нашего телеканала продолжает очередная серия проекта «Здравствуй, мама». Сегодня свою историю расскажет Рома, ему 13 лет. Из-за сложных обстоятельств всю свою жизнь мальчик провел в детских домах. Жил в Братске, в Тулуне, теперь в Ангарске. Но Роман не унывает, занимается спортом, готов часами собирать мозаику и очень ждет будущих маму и папу. Мальчик прибыл к нам в начале осени 2019 года. Прибыл он из города Тулун. Рома – мальчик вежливый, спокойный. Социализировался он хорошо, то есть его приняли в коллектив ребята. Трудолюбивый. В любых ситуациях всегда придет на помощь. Добросовестно выполняет все поручения. Меня зовут Рома, мне 13 лет, учусь в шестом классе, и все хорошо. Мальчику нравится посещать школу. Любимый предмет у него – математика. Дружит он с числами. Я люблю математику. Подоставлю примеры на умножение, на деление. Рома любит заниматься спортом. Ему нравится легкая атлетика, также нравится заниматься футболом. В футболе он нападающий. По легкой атлетике он умеет грамот. Я занимаюсь спортом, легкой атлетикой. У меня есть грамоты. Обычные, какие-то он за первые места, за вторые. Рома увлекается алмазной мозаикой. Он может подолгу сидеть, заниматься своим любимым делом. В результате ему нравится итог, то, что он собрал эту мозаику. Это очень кропотливая такая работа. Усидчивость нужна. И у Ромы это все есть. За те полгода, что он находится у нас, он собрал две картины. Сейчас у него идет третья картина, но она довольно-таки большая, по размеру объемная. Я люблю собирать мозаику, потому что там маленькие запчасти и удобно. Рома вообще мечтает попасть в семью, как и любой ребенок отсюда. То есть я считаю, что такие дети, как он, они имеют право на то, чтобы обрести свою семью. Если вас тронула история нашего сегодняшнего героя, обращайтесь в Межрайонное управление Министерства социального развития, опеки и попечительства в Ангарске, расположенное по адресу улицы Коминтерна, дом 41, кабинет номер 111, или по телефону, указанному на ваших экранах. Акция к юбилею победы. Фонд «Новый Ангарск» запустил благотворительный проект под названием «Скажи спасибо ветерану». Поблагодарить героев Великой Отечественной может каждый. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «гвоздика» на номер, который вы видите на экране, или сканировать QR-код в приложении Сбербанк. Количество смс не ограничено. Кстати, наклейки с кодом можно найти на входе различных организаций. Мы разработали вот такие вот наклейки и разместили их в общественных местах. Сейчас активно также идут это пополнение. В ближайшее время появится трамвай, общественные учреждения, культурные учреждения города. Подобные акции проходят в Ангарске не впервые. На собранные средства традиционно приобретут подарки для ветеранов. В округе их проживает чуть более тысячи человек. А в 21.30 не пропустите «Хорошее кино». Сегодня смотрите российскую мелодраму про жену, мечту и еще одну. Приятного просмотра. Оставайтесь на Актисе. До свидания.